МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сибири подобные фестивали проходили? В Бурнеуле впервые такой фестиваль межрегиональный. В Сибири проходили во многих городах. Это забота местных организаций, архитекторов, потому что любой такой форум значимый, он всегда дает определенную пользу городу. Потому что приезжают люди со свежим взглядом, специалисты, профессионалы. Часто приезжают именитые архитекторы, городостроители. И им сразу бросается в глаза то, что мы не так делаем, или наоборот, то, что мы так делаем. И всегда полезно на таких встречах, на дискуссиях по поводу архитектуры, увидеть себя со стороны и как-то определиться с направлением. Туда ли мы движемся? Какие у нас недостатки, что предстоит исправить, а что, может быть, усилить наоборот. Станислав Ильич, а будете гостям показывать наш город? Если будете, то что именно? Какие направления выберете? Гостям у нас планируется... Ну, я как раз отвечаю за экскурсионный блок отправления Союза архитекторов Алтайской организации. У нас планируется как минимум две экскурсии, и третья в запасе. Одна экскурсия по городу, по всему городу, начиная от въезда в город Барнаул и заканчивая выездом в сторону аэропорта, потому что очень интересно будет посетителям увидеть... Мы им расскажем, во-первых, каковы основные положения генерального плана города Барнаула и как они реализуются в натуре. Что, на наш взгляд, мы чем-то погордимся, а на что-то обратим внимание, чтобы нам, коллеги, дали некий совет, так ли это, как мы делаем, правильно ли, или, может быть, что-то надо бы подправить. Второй блок – это по зоне исторического культурного наследия, то есть, так сказать, по зоне исторического наследия. У нас есть специалисты, которые в этой области хорошо разбираются, хотя архитекторы практически все многое знают, но есть специалисты, которые будут говорить детально. Это по старому городу, да? По старому центру, да, получается? Да, по памятникам архитектуры и истории одновременно, потому что, как правило, она совпадает часто. Архитектурные памятники, как правило, в них что-то происходило. Станислав Федорович, так они у нас все в развалинах. Что вы будете показывать? Чем гордиться-то мало? Вот об этом и пойдет разговор. Свеопровинный завод в развалинах, старый базар в развалинах. Вы знаете, у нас к историческому наследию… Я в Барнавул приехал в 1975 году. Буквально через год оказался в мастерскую генеральную плана под руководством Николая Филипповича Вдовина, к сожалению, ныне покойного, профессор, он заслуженный архитектор России, работал в последнее время в архитектурном институте, но он чистый градостроитель. И когда-то под его инициативой разрабатывался охранно-историческая зона города Барнаула. Выявлялись все памятники архитектуры, создавались для каждого паспорта, определялись зоны особого режима реконструкции, потому что вокруг памятников архитектуры, как правило, происходит реконструкция. Здания стареют, разрушаются, изменяется функция, меняется новая. И были определены зоны, где их до какой степени можно реконструировать. И определялись зоны влияния на зону памятников архитектуры. Потому что сами по себе здания, они являются памятниками архитектуры, но у нас еще есть и памятники градостроительного искусства. Это, например, площадь Демидова и так далее. Поэтому сама структура города в старой части, она уже является памятником архитектуры, потому что здесь откликалась структура улиц, дорог, на природный ландшафт, на присутствие реки Барнаулки, на устье реки Барнаулки, которая впадает в вод, на рельеф местности и так далее. Видовые точки определялись. Учитывалась, так сказать, геологическая структура Земли. Ну, многие факторы влияли на то. И как в генплане это все учитывалось, это очень интересно. Конечно. Это отдельная история. Да. И сегодня, к сожалению, мы должны констатировать, что на памятнике архитектуры у нас идет явное наступление. Слабый надзор. Разрушаются. Нечаянно загораются. Да. Особенно деревяшки. Да. Потом рядом располагаются здания, которые просто нельзя было бы располагать. Они очень оказывают негативное влияние. Вообще центр странно застраивается. Непонятно. А вот вообще, в принципе, у нас есть градостроительный план? Да. Вот принятый. Или все-таки он постоянно, скажем так, туда вносятся изменения, и как такового принятого генплана у нас нет? Или есть? Которому развивается город? Вот понимаете, в 80-м году я уже работал заместителем главного архитектора города и был участником разработки того генерального плана, который разрабатывал Ленгий Прогор. Главным архитектором этого проекта был Титов Сергей Васильевич, очень известный и архитектор, и художник в Ленге Прогоре. Это специальный институт градостроительного профиля, который проектировал многие города, особенно Сибири. У нас прямая была связь. И я как бы был и соавтором в какой-то части этого генерального плана. Но даже когда я ушел из главы архитектуры, уже работать в Институт Алтай-Гражданпроект, генеральный план не был утвержден. Вот понимаете, он существовал, основные положения мы видели, одобряли, многое рассматривали, но окончательного утверждения не было. И сегодня с позиции времени, которое я прожил, Я понимаю, почему это творилось. Потому что генеральный план – это документ, который следует исполнять. Как только его утвердил, надо исполнять. Соответственность. Да, поэтому его иметь хорошо, но утверждать лучше не утверждать. Потому что потом могут быть последствия. Кто виноват, будут искать. Поэтому, конечно, многие положения… А сегодня есть проект городского округа. Мы прихватили пригородные зоны, изменили показатели по городу. Насколько он утвержден окончательно? Я знаю, что окончательно он как бы не был утвержден. Но вот эти вопросы лучше задать комитету по архитектуре. Станислав Федорович, а вот где можно увидеть, услышать эти дискуссии, мастер-классы? Где будет это все проходить? Потому что я думаю, что в городе очень много людей, которые интересуются развитием города, его архитектурной составляющей, историей. Где это будет проходить? Потому что очень интересно, любопытно бы на этих дискуссионных площадках поприсутствовать. — Во-первых, сразу хочу сказать, что материалы по фестивалю надо смотреть на сайте «Алт». — Это можно найти на профессиональном сайте архитекторов. Это мы найдем материалы. А вот вживую, где послушать этих профессионалов, которые приедут? — Нет, я это к чему говорю? — Расписание будет на сайте, да? — Да, там будет написано площадки и время проведения круглых столов. Вот я к чему подозреваю. То есть этот фестиваль предусматривает проведение круглых столов по темам. — Конечно, интересно. — По темам, которые интересуют жителей. К сожалению, круглые столы по тематике не очень злободевны. Но я знаю, что когда архитекторы собираются вот так на круглый стол, начинают говорить о простом и как бы понятном, что уже есть, но тут же скатываются на проблемы, потому что у всех проблемы есть. Проблемы примерно одинаковые, и каждый высказывает свою точку зрения на эту проблему, как бы он ее решил, свое видение. И я думаю, что мы, вернее, и рассчитываем на то, что вот в этих дискуссиях они наверняка станут публично доступными. И, возможно, услышат те, от кого зависит, что можно изменить в структуре власти, может быть, в каком-то законодательном блоке, для того, чтобы избежать тех негативных явлений. Разрушение старой части города хотя бы, да, спасти нам. Ну, тут, видите, разрушение старой части города – это одна проблема. Вторая, не менее важная, это проблема, которая возникает в результате застройки новых огромных площадей. А точечная застройка? Какой кошмар у нас в центре? Это вообще негатив, который полностью лежит, вернее, ответственность полностью на власти лежит. Потому что у нас в законе, в градостроительном кодексе, написано, что ни один отвод земельного участка, ни одна межевая территория не может быть без разработки проектов планировки. То есть прежде чем отводить любой кусок в том частном секторе, который сегодня мы в центральной части наблюдаем, где снесут кусочки и все, надо сначала брать в красных линиях микрорайоны, а они в генплане нарезаны. То есть мы знаем границы каждого микрорайона. Разработать проект планировки, определить судьбу этого участка, что там может быть, как может быть и так далее. И затем руководствуясь этим производить уже отводы земли, продажу этой земли с обременениями, с установленными регламентами и, так сказать, ограничениями. Станислав Федорович, как выяснилось, проблем-то много, огромное количество, и тем это все актуальные. Так что я думаю, что фестиваль будет злободневным, очень интересным. Спасибо вам за вашу работу, до встречи на фестивале, удачи, здоровья. Да, надеемся, что так оно и произойдет. Спасибо вам. Я напоминаю, что на вас в гостях был почетный архитектор России, член градостроительного совета города Барнаула Станислав Федорович Зинков. Спасибо за внимание, до встречи.